Погиб Кенблок Знаменитый каскадер, автогонщик, шоумен, сорвиголова и настоящий популяризатор экстремальных видов спорта разбился, катаясь на снегоходе в штате Юта. Ему было 55 лет. Миллионы людей по всему миру знают Кена Блока как главного героя YouTube серии Джим Хана в виде роликов с сумасшедшими автомобильными трюками, которые, казалось бы, невозможно даже придумать, не то чтобы выполнить. Но Кенблок придумывал и выполнял. Пару лет назад мы брали у Кена Блока интервью. Сегодня мы вспоминаем тот разговор и делимся им с вами. Да, я очень люблю смотреть гонки. В детстве, когда получалось, я всегда смотрел ралли и мотокросс серии Суперкросс или Аутдор Нэшнл здесь, в Штатах. До сих пор в основном смотрю их. Немного MotoGP, Гран-при Чемпионата мира по шоссе и на кольцевым мото-гонкам, иногда Формулу-1, но больше всего я смотрю WRC, Чемпионат мира по ралли. Когда я был моложе, я водил как сумасшедший. Но на меня очень повлияли гонки. Я хотел быть ролистом. Когда я был очень молодым, меня даже арестовывали за прыжки на машине. Но это случилось, когда мне было лет 17-18. С тех пор я получал очень мало штрафов, потому что по большей части ездить так агрессивно, как мне хотелось, и как хотелось, когда я был подростком, я могу теперь когда угодно, ведь это моя работа, поэтому теперь я езжу по улицам очень спокойно. Несмотря на то, что широкая аудитория знает его как автогонщика, путь Блок в мир экстрима был гораздо более разнообразен. Кен Блок начинал со скейтбординга, и, может, абсолютных вершин в этой дисциплине он не добился, но имя себе сделал. Ведь он один из основателей всемирно известного бренда DC Shoes, производителя одежды и аксессуаров для скейтбордистов и сноубордистов. Оба эти вида спорта, несмотря на то, что они такие разные, скейтбординг и ралли, ими очень просто начать заниматься, изучить основы и стать довольно неплохим спортсменом. Но достичь настоящих высот чрезвычайно трудно и там, и там. То, что делает Себастьен Ужье, очень отличается от того, что делает Найджа Хьюстон, но... Оба они достигли высочайшего мастерства в той области, которой занимаются. Так что я вам скажу, то, что делает Оттянок, действующий чемпион, очень сложно. Да оба этих вида спорта сложны, но каждый по-своему. В Урале есть одно весомое преимущество. Когда ты участвуешь в гонках, тебя защищает каркас безопасности в машине. Если что-нибудь плохое случится, ты уцелеешь. В то время как в скейтбординге неудачная попытка перепрыгнуть 15 ступенек вполне может закончиться срочной поездкой в больницу. И такое может случаться несколько раз в год. Поэтому я бы сказал, что уровень риска для здоровья в скейтбординге повыше. По-любому. Кстати, одним из партнеров Блока по бизнесу был Дэймон Уэй, родной брат знаменитого скейтбордиста Дэнни Уэя, который на скейте ухитрился перепрыгнуть великую китайскую стену. Кажется, Кен Блок просто вышел из мира ребят, влюбленных в экстримы и способных на безумные идеи. Уэй совершил свой прыжок в 2005 году. Символично, что в тот же год Блок дебютировал в автоспорте. Начинать делать то же, что я лучше всего в школе экстремального вождения. Именно там я получил все основные навыки управления автомобилем. Это была раллийная школа здесь, в Америке, школа Тима О'Нила. Там учился я, Трэвис Пастрана, Дэйв Мира, целая куча других американских спортсменов. И не только из ралли, из оффроуда тоже. Так что мне кажется, что это отличная отправная точка. Возможность приобрести начальные навыки вождения автомобиля на грунтовом покрытии. А потом, когда научишься, уже легче применять их на твердом покрытии. Ну а затем можно дальше развивать их на собственной машине. Но лучше всего начать со школы. Когда я только начинал и хотел развивать свои навыки, я участвовал в чемпионате США. Но кроме этого, я принимал участие в гонках поменьше, причем по всей стране. Я начал делать Джим Хану, чтобы у меня было больше часов за рулем. И я участвовал в гонках на картах, даже на маленьких электрических картах. Серьезно. Поэтому лучше всего проводить как можно больше времени за рулем. Чтобы оттачивать свое мастерство и приобрести максимум опыта. Попробовав свои силы в американском раллийном чемпионате, Блок по итогам сезона завоевал звание «Новичок года». Хорошее начало, правда? Особенно если учесть, что дебютанту было уже 38 лет. В этом возрасте многие спортсмены уже подумывают о завершении карьеры. А для Блока все только начиналось. Самое сложное в раллий, с точки зрения физических качеств для любого человека, Это необходимость каждую секунду выкладываться на полную. Особенно, когда на эти самые секунды счет и идет. Это совсем не то же самое, что быть бегуном на длинные дистанции, Или, не знаю, футболистом, к примеру. Тут дело в том, что часто мы сражаемся за десятые доли секунды в ралли-кроссе, Или за секунды на 30-километровом этапе, Поэтому нужно работать на максимум в каждую секунду гонки. Это означает, что нельзя быть уставшим. Нельзя, чтобы болели мышцы. Нужно все время соревноваться на пределе своих возможностей. Полностью на 100%. Я терпеть не могу ходить в тренажерный зал, Но мне все равно приходится проводить там много времени, чтобы тренироваться. Я изо всех сил стараюсь делать как можно больше всего на свежем воздухе. Кататься на горном велосипеде, забираться в снегоступах на гору, Чтобы потом скатываться вниз. Вот такие вещи гораздо больше подходят мне для того, чтобы держать себя в форме. Потом были еще подиумы победы в различных гоночных сериях, Спонсорский контракт Субару, И даже участие в мировом раллийном чемпионате WRC. Он искренне любил автоспорт, А автоспорт любил его. Но, конечно же, настоящую мировую славу Кену Блоку принесла Джим Хана. Проект, который изначально был просто тренировочными сессиями для подготовки к гонкам, Превратился в цикл сумасшедших видеороликов, Которые навсегда изменили сам жанр автомобильных видео на ютьюбе. Помните прыжок Дэнни Уэй? Кажется, Блок взял эту идею за основу и возвел ее в абсолют. Полное автомобильное вакханалие, творившееся в кадре, Сделало Блока настоящей звездой. Неудивительно, что гонщик стал частым гостем на шоу Топ Гир И быстро подружился с легендарным трио британских ведущих. В 2000-х я пару раз работал с ребятами из первоначальной команды Топ Гир. И один раз как раз с Джеймсом Мэем на летном поле в Калифорнии. Мы снимали часть программы. Это был хороший опыт. Джеймс — отличный парень. Мне очень понравилось с ним работать. Он очень веселый, он очень непосредственно реагирует на все. И мы отлично провели время, катаясь по этому летному полю. Эпизод из Лондона получился отличным. Мы перекрыли больше лондонских улиц, чем любая из телевизионных или киносъемочных групп до нас. Можете себе это представить? Так что это было действительно круто. Кстати, в интервью изданию Топ Гир гонщик как-то припомнил рекламный ролик с BMW M4. Там немецкое спорткупе в эффектном дрифте скользит по самому краю палубы авианосца. Кена разозлила, что этот трюк был отрисован при помощи компьютерной графики, а публика приняла его за настоящий. И он показал, что крутые парни способны на такое и без помощи спецэффектов. Пожалуй, в этом и была главная ценность Джим Ханы. Она была настоящей, живой, завораживала своим безумием и мастерством пилота. Поэтому едва ли получится переоценить вклад Кена Блока в развитии экстремального автоспорта. Тем более, что своим увлечением Блок заражал публику не только при помощи видео. В 2010 году он организовал чемпионат по фигурному вождению Джим Хана Грид, выведя мастерство эффектного скольжения из ютюбного плеера в реальную жизнь. Здоров! Добро пожаловать! Джим Хана Грид — отличный способ для множества водителей научиться контролировать машину в заносе и в других уникальных ситуациях на заднем и полном приводе. Большинство видов автоспорта — от ралли до гонок формульного типа могут быть очень и очень дорогими. А Джим Хана Грид — это такие гонки, где можно участвовать на более дешевых автомобилях и получить множество основных навыков вождения, которые затем можно использовать и в других гонках. Последний год я видел несколько очень талантливых молодых гонщиков, и в гонках участвует даже водитель без рук. Он управляет только ногами, так что, как видите, гонщики любого уровня могут посоревноваться в Джим Хане. С чего-то нужно начинать, и это хорошая точка для старта. Здесь неважно, являешься ли ты суперпрофессионалом. Петер Сольберг, двукратный чемпион ФИО, он говорит, что сейчас это одно из его любимых соревнований. А его сын — еще подросток, тоже любит участвовать и с отцом соревнуется. Так что это отличный способ сделать первые шаги в автоспорте. Это очень здорово и более массово, чем дорогие соревнования большего масштаба, вроде ралли на специальных трассах. Так что это отличная возможность. Я работаю с множеством организаторов на множестве разных соревнований, и все они хотят, чтобы больше людей увидело то, что мы делаем. Этим и я занимаюсь с тех пор, как пришел в автоспорт, потому что я люблю ралли, и Джим Хану, и ралли-кросс, и я хотел бы, чтобы как можно больше людей их увидели. Но сложность в том, что сегодня, в век смартфонов и интернета, мы соревнуемся с другими видами спорта. Всеми на свете, от, не знаю, футбола до настольного тенниса в Китае. Так что люди стримят так много разного контента на телефонах, планшетах и компьютерах, что нужно по-настоящему пробиться сквозь все это, предложить им лучшее развлечение, чтобы людям понравилось это смотреть. У спорта вроде ралли всегда будет своя преданная аудитория, типа меня, я же всегда буду смотреть ралли. Однако задача в том, чтобы нас увидели не только любители ралли, но и обычные люди. Только так мы можем сделать более популярным то, что мы любим. Я думаю, что со временем это получится. В мировом чемпионате по ралли Феа тоже отлично поработали над этим. Просто это не так легко и стоит много денег, но все-таки я надеюсь, что в будущем мы увидим дальнейший рост интереса к автоспорту. Так что давайте вместе надеяться на это. Субтитры создавал DimaTorzok Да, Блок не стал чемпионом Формулы-1 или WRC, но его достижения, пожалуй, куда важнее. Он был беззаветно влюблен в экстремальные виды спорта и нашел способ передать эту любовь сотням тысяч людей по всему миру. Есть ли у меня дублер? Мне не нужен дублер, так что у меня его нет. Нет, у меня нет никаких предрассудков, которые бы мешали мне сесть в машину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!